Он мечтает о физтех-школе, прикладной математике и информатике и хочет поступить в столичный МФТИ. Валерий только закончил 10-й класс 6-го лицея и одновременно двухгодичные курсы Яндекс.Лицея. Успел попробовать себя в самых разных областях программирования, от создания вид-приложений до разных игрушек. Порой было сложно, но очень интересно. Я сделал морской бой, хотел добавить в него искусственный интеллект, чтобы как-то было более интересно играть, но не особенно получилось. Поэтому пока что человек играет с компьютером, а компьютер просто случайно стреляет в какие-то клеточки. Но, конечно, особенной пользы от этого нет, но было достаточно интересно. Всего в этом году выпускниками стали 11 школьников. Из них только 4 человека закончили курсы очно, остальные обучались дистанционно. Среди них есть и иногородние из Смоленской области и Тобольска. За два года они изучили алгоритм программирования, а затем отработали его на практике. Это были игровые программы, программы, связанные с веб-разработкой. Очень запомнилась, например, игра, которую разработали ученики дистанционной группы. Они разработали фактически 3D-бродилку. Причем использовали там неготовые какие-то модели. Написали все фактически с нуля, используя математические различные пакеты. Производили расчет 3D-картинки в реальном времени. София Дудкина – единственная девушка в лице. Она закончила только первую часть курсов. Впереди подтверждение теории на практике. Мы будем изучать промышленное программирование. Мы начали в конце этого года изучать ООП и продолжим далее. Будут интересные проекты, связанные с веб-разработкой, с программированием каких-либо игр. Все лицеисты получили сертификаты, которые при поступлении в ВУЗ добавят баллов к результатам ЕГЭ. Ребятам за моей спиной всего лишь 15-16 лет. С два года обучения в Яндекс.Лице они освоили один из самых основных языков программирования и создали сами несколько довольно сложных приложений, в том числе с использованием 3D-графики. Теперь их мечта – поступить в один из ведущих физико-математических вузов страны, чтобы и там заниматься программированием. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей.